Решение об увеличении числа коек принял Минздрав региона. 25 в Черногорске и Саиногорске, к концу недели еще 60 в родильном доме города угольщиков. Мы сейчас готовим перепрофилирование Черногорского роддома. Роженицы будут все обслуживаться в перинатальном центре. В перинатальном центре мощности сейчас достаточно. На оперштабе по борьбе с коронавирусом еще раз прозвучало. Жители региона не торопятся обезопасить себя и своих близких. В среднем вакцинируется не больше 700 человек в сутки. А общее число привитых перевалило отметку в 63 тысячи. Это четвертая часть от необходимого числа. В связи с этим говорить о проведении многих массовых мероприятий становится преждевременным. Так власти Ширинского района попросили согласовать межмуниципальную спартакиаду. Однако мероприятие придется перенести на неопределенный срок. Под вопросом и судьба праздника Тун-Парам и международного фестиваля Чирчаян. Подготовка к ним продолжается, отметит глава Хакасии. Все мы, безусловно, хотим их провести. Но все зависит от нас и в том числе коллеги от вас. Если оперативно мы создадим коллективный иммунитет, вакцинацию проведем, если добьемся, чтобы санитарно-эпидемиологические правила большинством соблюдались, то и мероприятия у нас состоятся. В Минздраве не устают повторять. Запаса вакцины в регионе достаточно. В Хакасии создано 28 стационарных пунктов и работает 45 мобильных бригад. Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, республика все еще не приблизилась к коллективному иммунитету. Люди относятся к прививке с недоверием. Однако, уверены специалисты, история человечества убедительно опровергает доводы многих скептиков. Когда-то была дифтерия, неизлечимое заболевание с высокой смертностью, детки погибали. И с этим заболеванием удалось справиться только с помощью вакцины. И сейчас, это же не мы только придумали, это именно Минздрав России, политика ВОЗ. Это создание коллективного иммунитета. Коллективный иммунитет можно достичь только вакцинированием. Напомним, для формирования коллективного иммунитета в нашем регионе необходимо привить порядка 242 тысяч человек. Оскар Артамонов, Александр Сердюк, РТС.